Желтощок Желтощок Тевтоны Тевтоны – древние племена германского происхождения. По данным античных писателей, первоначальным местом поселения Тевтонов был район нижнего течения реки Эльбы и полуостров Ютландия. Отсюда в конце II века до н.э. Тевтоны двинулись на юг и вместе с кимврами вторглись на римскую территорию в Южной Галлии. Это было первое нашествие варваров на Древний Рим. Римские войска потерпели ряд поражений, однако в 102 году до н.э. Тевтоны были разбиты римскими войсками под командованием Гая Мария в битве при Аквах Секстиевых. Превосходящие по численности римлян войска Тевтонов были полностью уничтожены. Позднее слово «Тевтоны» употреблялось для обозначения германцев «вообще». Нанду Нанду – южноамериканский страус и семейство нелетающих или бегающих птиц. Длина тела самцов около 150 см, самок – 140 см. Вес около 20 кг. Крылья относительно хорошо развиты, в размахе достигают 2,5 м. Покрыты длинными мягкими перьями, оканчиваются похожим на шип когтем. Ноги длинные, трехпалые, от пяточного сочленения голые. Перья на голове и шее мелкие, узкие, остроконечные. На туловище большие, широкие, мягкие, на концах округленные. Клюв у нанду плоский, у основания широкий. Существует два вида американского страуса – обыкновенный нанду и нанду Дарвина. У обыкновенного нанду окраска оперения буроватая. Он распространен на востоке Южной Америки. У нанду Дарвина окраска оперения беловатая. Он распространен в южной части Южной Америки. Нанду обитают как на равнинах, так и в горах. Держатся небольшими группами, обычно состоящими из одного самца и пяти-семи самок. Самец устраивает на земле гнездо – неглубокую ямку, в которую самки откладывают 10-15 яиц. Насиживает яйца и выхаживает птенцов только самец. Нанду питаются листьями, побегами, зернами и плодами растений, а также мелкими животными. Это всеядные птицы. Нанду не летают, но при беге могут развивать скорость до 60 км в час. Крик самца Нанду похож на рычание крупных хищников из семейства кошачьих и звучит...